Вы хотите разобраться в конфликтах? В конфликтах братишки на Элесе? Бля, БГ, делай что угодно, ладно. Вы хотите 30 минут смотреть это? Я заболел сегодня. А есть моменты, типа, откуда всё начинается? Привет, Дэн, спасибо огромное. А с какого момента начинать смотреть? С самого начала, блядь? У меня что-то с голосом, я через нос разговариваю. Так что терпите, мне бы ещё капли в глаза какие-нибудь. А где лицо? Прошу. Так, из-за меня бунт, хорошо. Всё, я подрубил, отстаньте от меня. Ты ещё спрашивай? Да, я спрашиваю, чуваки. Тут небольшой инцидент произошёл. Я вот даже не знаю, стоит ли начинать или нет. Давай, давай, давай. Вы же неадекватный тип. Ну, я сделаю, потому что ещё не сделала, ещё не успела, бро, спасибо. Ну, если что, серьёзно прошу отнестись. Я просто не знаю, с чего начать. Погодите, сейчас народ набежит. Короче, поехали. Тема... Не знаю, блин, мне кажется, так, вот как можно отношения так вообще вот вы показываете? Вот так вот. Ладно, там с Вадимом у меня всё было хорошо, прекрасно. Не знаю, так, ну, блин. Как-то по интернетику общались, заебись. Будет касаться подсосов, стримеров в моей личной жизни. Давайте долго не ходить. Я думаю, вы поняли, про что разговор будет. Хуль ты орёшь? Да не ори. Я очень долго терпел, я просто, ну, блядь, это ж форпист, он никогда мало не... Почему любите в говне копаться? Он всё время приходит и сразу много. Короче, обещайте мне серьёзно вот отнестись. Нихуесосить никого вообще, просто. Осаждаю, осаждаю. Я понимаю, что маленький процент будет адекватно себя вести, но... Но это последний момент, когда я вам личную жизнь рассказываю. Потому что пиздец какой-то происходит, меня уже узаебался, честно. Короче, разговариваю, почему я это делаю сейчас? Вообще никто не вывозит личную жизнь. Просто инициатива прошла второй раз с другого конца. Типа я заебался, блядь, уже, честно. Я не буду, блядь, сидеть там, говорить, какой я хороший, там, какой... Потому что нужно выбирать девушек правильно. Меня, например, блядь, сука. Почему меня не выбрал? Мне что, маленькая? Мне 18 скоро. Другой человек плохой? Я девочку приеду, ну, блядь, любящая. Мусульманка. Изменять не буду, ноги не гадать не буду, блядь. Ради тебя вообще что угодно. Ой, но дайте я пытаюсь собраться, чтобы адекватно это все сделать, понимаете? Я, ну, я сейчас в голове у себя построю, вот, кронологию, как я должен вам рассказать, историю, и все. Так, разговор будет про мою бывшую женщину. Которую я предупреждал о том, что вывозить, в принципе, то, что произошло, не нужно. По-любому она это посмотрит, и по-любому ей передадут. Прямо 150% гарантирую. А в следующий раз просто клипы надо удалять все до единого. И, в принципе, тогда бы я, наверное, был бы, блядь, оленем ебучим, и нихуя бы не нашел. Ну, не важно. Я, я больше в жизни никогда встречаться, блядь, со стримершами не буду. Вообще никогда. Вот это прям вот грех такой ебучий, знаете, всех. Вообще. Алоха тоже так говорил. Блядь, ладно, не смешно. Ладно, Алоша люблю. Вообще. Вот прям просто отрезала прям разом. Так вот. Нет, никто не шлемдров. Простите, я не выдержала, блядь. Илюша вообще самый святой человек. Он очень хороший парень. Очень хороший. Я прям очень его уважаю. Норм. Рассказываю. Почему расстались, типа, вопрос. Типа, все... Всем было интересно. Я просто этот момент немножко заминал, потому что мне было похуй. Какая Аляша фотки кидала? Чувак, вот честно, мне реально похуй. Вот Аляша, это, наверное, единственная стримерша, на которую я посмотрел, такой, да поебать. Всех остальных я такой, типа, охренеть, что это за дела. Тут я такой, типа, блин. Ой, на меня тоже значит, да? Она в жизни, типа, вообще не переживает по этому поводу. И насрать. Фотки эти были слиты еще два года назад. Я их видел просто раньше всех. Я ждала тебя. Спасибо. Я ждала. Спасибо. На чем я остановился? Будете сейчас меня напоминать, потому что у меня память как у рыбы, а еще народ только приходит, поэтому они будут сейчас по-любому меня перебивать. Матвей, спасибо за подписку. Так вот, я, короче, оказывается, самый ревнивый человек на земле. Я этого не знал. Вот честно, я этого не знал. Но в тот момент, когда мы, типа, встречались, приехали на хату к Пестрову, я обратил внимание на несколько моментов, которые произошли. Они есть УБГ на канале. УБГ, по-моему, да. Я почитал комментарии и такой, типа, блядь, какая-то хуйня реально произошла. Надо подумать насчет этого. Подумал, поднял вопрос. Не поняла, о чем речь немного. Поболтали, что там, бла-бла-бла, забил хуй. Она улетела, типа, в свою заграницу. Все в курсе, да? Ну, не все, понятно, там, многие. Я просто к тому, что, ну, не нужно слушать историю с одной стороны, типа. Я сейчас расскажу про вторую. Мне кажется, что, что бы там ни было, типа, Вова говорит правду. Объясню, почему, блядь. Потому что мне кажется, что ему нечего скрывать. Типа, мне кажется, он супер такой чел, блядь, искренний свой. Знаете, это как Макс Корж, блядь. Вот, типа, знаешь, Макс Корж, ты смотришь в окно, а там, ну, думаешь, до стопудово там Корж на гитаре играет. Вот Вова такой же, типа, свой пацан, понимаете? Свой пацан, просто свой. Москвич. Вот, и типа, и типа, вот. Потом, спасибо большое. Потому что там пиздец, я посмотрел клипы, типа, там, типа, да он уебок, блядь, да там гондон, типа, удаляй стрим, а то пиздец. И там прям реально вот видно, удаляй стрим. И она ноет, блядь. Вот эти вот, знаете, типа, подсосы, вот появляется у тебя девушка, блядь, все про нее узнают, и начинается вот это вот, ой, ой, блядь, там, типа, уходит какой-то чувак с канала, там, начинает жопу ей облизывать, такой, дай мод руку, типа, начинает там по полной. Вот это вот, блядь, ну, ну вы поняли, про что я говорю. Самое бесполезное, когда чел ревнует телку, когда она стримерша, к чату, блядь. Типа, знаете, что ты там, ей жопу подлизывают, и щита. Просто к чату ревновать, к чату, брат, к чату. Вот она улетела, дальше произошла забавная ситуация. Вот это ошибка, пиздец. Может быть, я мразь ебучая, потому что это, это очень подло, что я сделал. Но, это произошло случайно, честно, вот клянусь. Пусть у меня яйцо отвалится прямо сейчас, если я, ну, напиздел. Такая ситуация. Захожу я к себе. Потом, братишками, пришел без яйца. Сто грамм в приложении. Открываю его, открываю директ. Блин, ёб твою мать. Что это за хуйня здесь написано, когда я такое отвечал? Думаю, что это за люди ёбнутые, типа, что? Вы хоть что-то понимаете? Он немножко, он говорит, как бы, не полностью, значит, бля. Ну, как бы, у меня история какая-то странная. Я не понимаю, типа, я реально сидел минут пять, скроллил и не понимал, что это такое. Вкратце. Это был не мой аккаунт инстаграм, это был её инстаграм аккаунт. Ну, бля, естественно, пацаны, ну, ну, понятное дело, что я сделал, да? Я очень долго, типа, такой, не, я не буду этого делать. А потом такой, да ну... Чё он не договаривает? Вы хоть что-то понимаете, блядь? Он не договаривает вообще. Нахуй, пойду-ка, почитаю. Ну, я чмо ебучее, возможно, да. А, он прочитал её переписку, правильно? Поэтому он говорит, что он поступил поздно. Подло, точнее. Ну, вот видите, он говорит правду, он даже говорит о своей хуйне, что вот я там поступил плохо. Да даже невозможно. Он не сильно не выгораживает себя. Она так и есть. Открыл, начал читать. Да, прочитан, чувак. И скролю такой, ой, блядь, думаю, какая-то хуйня. И все вот, всем, всем она холодно отвечает. И, ну, знаете, я уже с мотивацией в голове того, что у меня... Я видел парочку моментов таких ебучих, которые, вот я ещё раз говорю, БГ. К примеру. Я просто всё это подведу к тому, что, ну, вы узнаете, в чём прикол. Ну, мне спокойно не живётся, блядь, короче. Я сейчас просто вообще пиздец разложу всё. Не живётся мне спокойно. Мне похуй, максимально. Ещё раз говорю, мне поебать. Ну вот, блядь, приебалась и всё, хоть убей. После расставания... Кто к чему приебался, что ты говоришь, немножко непонятно. Ну, типа, блядь, честно, ситуация, я более чем уверена, что не из лучших. Да где-то рядом. Я поняла только то, что он поступил подло и прочитала директ. Вот всё время. Я, блядь, про неё везде слышу, блядь. Вот заебало вот это вот. Меня поэтому... Что я остановился на чём? Читал-читал переписочки. У меня в голове уже выводы какие-то. Человек там, блядь, находится вообще за границей, пиздец. И всё нормально. Там как бы общение такое там, нормальное, дефолтное. Но! Я в момент встречи, когда мы встречались, нашёл одну охуительную переписку. С каким-то ёбаным чуваком. Где... Да просто вы сейчас поймёте, но, типа, я вас потом мнение спрошу, что вы сделали. Читаю переписку, там написано, привет. Типа, она такая, привет. Бла-бла-бла. Это очень хуёво, что я сейчас делаю, честно. Но я по-другому не могу, потому что... Уже сидят такие люди, знаете, типа, там, с друзьями ещё. Да ты заебал, говори уже, блядь, конченый. Чё ты там сидишь, оправдываешься? Ну, можно понять, типа... Ну, блядь, мне кажется, что Вова, типа, к Лисе очень так относилась. Прям вот. Ну, это со стороны, я не знаю. Я как бы не спрашивала у него по-болу-довому отношению. Надо просто вот разбавлять это немножко. Потому что... Как на Интернешнл или по Доте, блядь. А, она пишет, типа, ну, ей пишет, привет, она отвечает, привет, бла-бла-бла. И чувак такой пишет. Я не знаю, там какая-то ещё переписочка была, такая небольшая. У меня просто попа начала рвать, потому что везде переписки холодно, а вот здесь нет. Вот оно понятно сразу. Чувак такой пишет ей. Слушай, ты можешь, типа, подрубить трансляцию, я посмотрю на тебя? Я такой, типа, чё за хуйня? Я думаю, ну, сейчас что-то ответит. Ну, типа, если мне так написали, я бы сказала, блядь, когда захочу, тогда я подрублю. Отвечает что-то в стиле, ну, нет. И он говорит, ну, я хочу на тебя посмотреть, ну, пожалуйста. И она такая берёт и говорит ответ в стиле, вот дословно, не сейчас. Я такой, вот так сижу, так за компом такой. А в чём прикол? Ну и что? И что? А что? Что он не так ответил, я не пойму? Хуйня, блядь. В смысле, не сейчас, блядь? Я такой в голове сразу, блядь, вспоминаю все моменты, которые происходили до этого. Читаю переписку дальше. Этот чувак выдаёт. Была бы ты рядом, я бы с тобой погулял. Что мог ответить этот человек, который встречается с кем-то адекватный? Она, вот он говорит, я бы с тобой погулял, была бы ты рядом. Блядь, она отвечает, я с Москвы, нахуй. Я такой, блядь, всё, пиздец, я дальше не читал. Я прочитал дальше, она сказала, что сорян, я не могу, типа, у меня там парень есть, Вова. Все дела, мне этот момент уже просто похуй стало. Типа, ну, я затем поднял вопрос, я говорю, а нахуя ты, типа, вот, с ним нормально так общаешься? Оправдание в стиле, да это ж я рофлила просто. Блядь, я, дословно, блядь, так мне и ответили. Я чё, на долбоёба похож, что ли, какого-то? Ну это тупо, блядь, так тупо, пиздец. Я издевалась над ним, я говорю, типа, ты ёбнутая, типа, он сейчас пойдёт, следующий стримерша напишет. Ему похуй, это пацан. Как бы долбоёбом-то ты оказалась. Эту хуйню я, как бы, ну, я, может, за рофлы не выкупаю, может, я отсталый какой-то. Вспоминается сразу мысль в голове, где кто смотрел, где мы были на хате Пестрова, о том, что я сидел в комнате, смотрел трансляцию, и у меня есть друг Миша, которого Джимба вы прозвали. И они ушли, типа, она там выпила, блядь, и они легли на гамак, и она такая на него ноги закинула. Этот момент я вспомнил, я такой, типа, чё? Это, вы можете сказать, что это хуйня какая-то, да? Ну, ща, я вам потом расскажу, чё было. Я с того момента начал подозревать, что происходит. У него все переписки в Инстаграме закончились с тем, что... Я тоже охуел. Чувак, Миша сам охуел. Я на друга с коляски никогда в жизни пиздеть не буду. Потому что я живу по принципу, что сучка не захочет, кобель не вскочит, типа, очевидно. Если... Ой, не согласна, знаешь ли? Вот тут я с Вовой не согласна. Полностью отрицаю. Нет, неправда. Поверь мне. Если бы я был свободный парень, на меня баба ноги закинула, я чё, против был бы? Я бы нет, вот, я просто... Ну, это да, это понятное дело, но не только такой принцип, бывает и наоборот. Хотя, не наоборот, нет, бывает такое, что, типа, девочка ломается, а и отбивается, вот так. Представил себя... Так что, типа, вот. Я на его месте, типа, бля, я бы был бы не против, чуваки. Ну, камон. Ну, это понятно, это очевидно. Я бы сам охуел, очевидно. И как бы предъявлять ему за это... Он никаких инициатив вообще не проявлял, он просто лежал. Я предъявил за эту хуйню. Отгадайте, что за оправдание было. Нет, это был не рофл, чуваки. Это был алкоголь в этот раз. Да это алкоголь, бля. В голову ударил. Я охуел. Я такой, типа, чё, бля, это оправдание, что ли, нахуй, сейчас? Итого, что мы имели? Там, значит, рофл. Здесь, значит, алкоголь. Долго не думая. Я себе, бля, не... А сколько нужно выпить, чтобы алкоголь влиял так? Много какой хуйни надумал в голове. Ну, что надо... Сколько надо выпить, чтобы вот так алкоголь на тебя повлиял? Просто я никогда уже не напивалась именно. То есть, ну, я пробовала где-то алкоголь, да, это понятное дело. Но я никогда уже не напивалась. Типа, я не понимаю, как алкоголь может вот так влиять, что ты... Вот вы серьёзно хотите сказать, что от алкоголя хочется закинуть на кого-нибудь ноги? Если это правда, то это шок для меня. Ну, типа, правда. Серьёзно? Охренеть. Ну, все, пацаны, сегодня напьюсь. И резко похолодел максимально. И я решил расстаться через интернетик. Потому что я обещал её встретить, когда она прилетит. Но есть одна проблема. Я должен был встретить её с её дедушкой. И я как бы расстался, и после расставания... Я расстался, блядь, ещё раз говорю. Я в голове у себя выводы сделал. Я чётко написал, типа, что вот, всё. Она такая, нет, и всё, ну, не отпускает меня. И она сделала вывод, что я с ней не расставался. И так вышло, что я как бы расстался, а она со мной нет. Дальше ещё интересней. Это мне... Она берёт, короче, мы там разбирались долго. Всё это говнище, там, я не знаю. Она, может быть, контр какой-то стрим запустит, блядь. И разъебёт меня там переписками и прочим говном. Может быть, да, я уебан угрожал где-то. Но! Я объясню, почему. Я отказался её встречать. Она говорит, иди, иди гуляй. И потом пишет, ты меня встретишь? Я такой... Говорю, ты что, совсем ебанутая? Ты меня сейчас только что сказала, иди нахер. Теперь, говоришь, встретишь. Я говорю, нет, я не буду тебя встречать. Потому что, почему я отказался? Я же уже с ней поругался, расстался. Я должен был забрать её деда, встретить её с аэропорта вместе с её бабушкой. Будет. Спасибо, Егор. Вы представляете, что за пиздец был бы, если бы я туда приехал вместе с её семьёй? Один. С учётом того, что по-любому там уже все в курсе, что я с ней не встречаюсь. И нет, я не засал. Я хотел поехать потом, но она сказала, что её мать заберёт. Просто я подумал, что это будет пиздец. Меня загнобят. Как бы выводы я сделал, хули мне там делать? Всё бы было бы заебись. Но. В момент, когда я похолодел, я новую девочку встретил. Сейчас я максимально доволен вообще всем, что есть. Максимально. Стримы не интересуют. Медийка не интересует. Работает. Есть занятия какие-то элементарные. А там же не было этого ничего. Человек просто вот, ну, нихуя не хотел делать. Прикиньте? Вообще нихуя. Вот хвостом за мной ходил, вот так. У меня чё-то, блядь, пиздец какой-то. И, в итоге. Это, это, блядь. Бля, как можно было так сразу, как ты похолодел, бля, жёстко? Слушайте, эта женщина бывшая подумала, что, никогда в жизни такого не делал, вообще не собираюсь, что я, короче, её слил, потому что я изменщик. Вот я изменил и, типа, её слил. И, в итоге, я гондон. Так я-то, блядь, у себя в голове, эээ, я же, блядь, расстался, типа, хули нет. Правильно? Ну, да. Ну, смотри, ну ты должен был не в голове расстаться, а должен был сказать, малая, всё, реведрочи, блядь. Закончились наши ночи совместные в Дискорде, блядь. Вот и всё. А он сказал, да? Он сказал ей. Ну всё тогда, чего она моросит. Андон, это я расскажу потом. Если что, тот комп, который был до этого у меня, он сейчас стоит, угадайте, у кого? Вот, ну, хоть хотя бы каплик благодарности есть. Я тебя, блядь, сейчас только что взял и будущее сделал. Вот, на тебе, комп. Ты можешь, блядь, стримить, ты можешь, блядь, работать, но не лезь ты, блядь, заебала. Полбеды. Она приехала, и так вышло, что я узнал, что она, это Леся. Тихо-тихо, барабанная дробь, барабанная дробь. Ну, мы же, типа, свободные, правильно? Поехала бухать на хату к Мише. Одна. Бам, нахуй. Как вам такое, блядь? И тут я такой, типа, ха, галочка. Я был прав, всё. Ебать, мне прям, я просто так, я так обрадовался, типа, что я оказался прав. Всё. Мне похуй, я не знаю, что там было, что там происходило. Мне похуй. Абсолютно. Значит, так. Ебался, не ебался, блядь, там, не знаю, чем угодно, что угодно могло происходить, мне всё равно. Сам факт. Баба одна едет на хату к человеку, на которого закидывала ноги, бухать. Какая нормальная баба, зная человека, но от силы три дня, это в общей совокупности, может быть, общаясь там в интернете. Ты можешь не стонать, блядь? Не растягиваться. Ему бухать. Никто, блядь. Всё. Дальше. Моя сестра, милка и Вика, вы знаете, что у меня есть малая, которая занимает всякой хуйнёй. Она очень привязывается к людям. Момент, когда я встречался с Лесей, в чём прикол, она с ней не общалась. Типа, ну, она такая, привет, привет. Так, у меня просто малая, она доставучая очень сильно, она пристаёт. Она, вот, допустим, ты пиздишь, разговариваешь на серьёзные системы с человеком, она влезет такая, ты ей на отъебись, да, скажешь, она это запомнит. Потом будет этим апеллировать. Что? Братишки с Лесей достался. Я с это смотрю, да. Я с это смотрю, да. Что? Я сейчас на твой стрим зашёл, смотрю. Блядь, я рядом сижу. Такая детская херня. А почему расстались? Ну, тихо, ну, Бегерам, я смотрю видео. Да, чё? Ну, чё. Да, не важно. Да, давай потом перезвоню. Что произошло, да? Вы прикиньте, блядь, мне сейчас мать позвонила и сказала, ты чё сейчас на стриме про Лесю говоришь? Это вообще как? Не важно, я договорю просто и всё. Я сказал, я предупреждал, я предупреждал этого человека, что если это всплывёт, что если это всплывёт, я тоже это расскажу со своей стороны. Своей стороны. А где стрим Леси? Я хочу его тоже посмотреть. Чё она там говорит, интересно? Прикол. Сначала это всплыло в конференции на 85 человек, где меня выставили уебаным. Чё? Чё случилось? Блядь, дай я посмотрю, потом скажу тебе. Глядь, на трусах копаться хочешь. Она удалила? А вообще нигде нельзя посмотреть, да? Вообще нигде нельзя посмотреть. Сука. 85 человек не так много, чтобы я рвал жопу, но сам принцип того, что сидит, блядь, вот эта кучка жополизов, ебучих в конференции, блядь, вот этих вот уёбков, блядь, и такие, да, Вова уебан, и там прям просто мне один человек, спасибо ему большое, пускай он поступил как крыса, но он мне показал переписку, и я такой, зачем? Непонятно зачем. Я такой беру и пишу, я говорю, последнее предупреждение. Блядь, я смотрю на его эмоции, типа, блядь, у меня внутри, у меня внутри прям неприятно, в том плане за него, то, что у него так происходит. Типа, я хуй знаю, но я его не видела таким вот, прям. Предупреждение, если, вот дословно, блядь, дословно, чтобы не было никаких проблем, так тихо. Последнее предупреждение, или мне придется действовать, я буду отставить... Ты нахуй подстрелся, ты конченый. Да, ну хватит рофли, дай это смотрю. ...свои интересы, если ты опять будешь конф их меня обсуждать. Принято, типа, пока закрою на это глаза, но если еще раз это говно всплывет, то он в стримах по воюю, я написал. Прошло не очень много времени, я закрыл на этот момент глаза, я просто с ней, я ей написал, она прочитала, нихуя не ответила. Она начинает ныть на стриме, блядь, рассказывает, какой я уебан. Затем удаляет поф, поняли, чтобы, типа, я не узнал. И говорит четко в камеру, что, типа, если это всплывет, мне пиздец. Пиздеца нету никакого, я просто пытаюсь, как бы, чтобы этот человек от меня отстал. Все. Мне все равно. Делай что угодно. Не надо... А зачем было рассказывать, вообще, если, типа, тебе пиздец? Надо пиздеть, какой я уебок. Я поступил, как уебок, что-то остался по интернетику и сразу нашел новую девушку. Вот, блядь, вот это моя ошибка, единственная. Все остальное... Короче, в общем, в этой хуйне всей замешана вся моя семья, блядь, понимаете? Но мне похуй одному. Так вот, дальше. На чем я остановился? Что-то я до этого говорил, до того, как 85 человек в конфе. Про мелкую. Да, вот, все правильно. Она, типа, общалась с малой, типа, нормально, нормально, а потом что-то хуй забила. Я говорю, позвони ей, типа, ты же с ней общаешься, типа, позвони. Не позвонила. Не позвонила. И только я с ней расстался, она начала малой выписывать такую хуйню, типа, ой, Вика, привет, там, да-да-да, эти подарков, блядь, там, ну, я не знаю, я не читал переписку, но вкратце так и было. Но вы поняли, да, апеллировать, типа, человеком, маленьким ребенком, чтобы, блядь, вот, ну, через меня как-то решить. Она ей говорила скидывать совместные фотки мне, блядь, типа, у меня их как будто нет на телефоне, нахуй. И мне малая берет, пересылает водки с Леси. Я говорю, зачем ты мне это скинула? Она говорит, так она попросила. Я такой, что за хуйня? Нахуя, блядь, малую сюда приплетать, блядь. И мне пишет старшая сестра, вот, которая... Вот, блядь, ну, я не знаю, чем она руководствуется, но мне кажется, я хуй знаю, чем она руководствуется. Типа, вот я как девушка... А что ты думала? Подожди, я вот как девушка не могу понять, чем руководствуется Леся такими мулами, типа. Может, в ней живет надежда, типа, какая-то, что ее мулы будут, типа, не особо важны, или что-то, типа, другое. Кто же мулая? Его сеструха. А, почему, почему мулая? Ну, вот она приплетает малую, типа, себя. Леся, Рам, все, заебалдано, потом расскажу. Влада, типа, ну, она для меня младшая, для малой она, соответственно, старшая, 18. Говорит, Вова, типа, Леся, блядь, через малую на тебя выходит. То есть, она ей резко стала нужна. Она говорила, что это не так, блядь, что, типа, она так не делает. Да всем прекрасно понятно, что когда ты, нахуй, ребенка игноришь, а потом, когда расстаешься и заставляешь кидать фотки, блядь, совместные, нахуй, своему бывшему парню, блядь, очевидно, куда это идет, блядь. Не надо, блядь, никуда ходить. Ебать напряг, пиздец. Ну, я же прав. Дальше. Я беру, и у меня Влада говорит, ты можешь что-то сделать, поговорить с ней? Я говорю, я не разговариваю с Лесей, типа, все, мы закончили. Она говорит, ну, она, блядь, малой достает, малая сейчас привяжется, она, типа, ей нахуй не нужна была, вы расстались, она начала ей писать. Сестра у меня не дурочка вообще, Влада, которая. Я говорю, блядь, окей, хорошо, я попробую. Я пишу Лесе, она говорит, я не хочу с ней переставать общаться. Я, блядь, два раза, нет, два раза попросил перестать общаться, потому что, ну, ты ее используешь по факту. И пригрозил, типа, ей. Отъебись, типа, от моей семьи. Не приставай, блядь, все, я с тобой закончил общение. Зачем тебе? Параллельно у меня все развивается хорошо в этом плане. Просто мне мозг есть выебали, заебала, блядь, уже вот не могу, нахуй. Че так делает, да? Да, Рам, ну, хватит. Зачем она так делает, да, это? Рам, заткнись. Ну, Рам, ну, серьезно, че ты ржал, что, типа, учел, рано, ты, типа, я смотрю... Я говорю, зачем она так делает, мне жалко, Боба, постигся, иначе так делать. Я смотрю, типа, на него, и, типа, блядь, я вот чувствую то, что он чувствует, типа, эти вот эмоции, реально. В чем прикол дальше? Я со своей новой девушкой еду, соответственно, мне в дороге прям звонит, блядь, малая, сестра 10 лет, и плачет в трубку. Блядь, ребенок мне в трубку плачет, нахуй. Я говорю, ты че плачешь? Ну, мы в пробке, типа, встали, блядь, типа, я мог поговорить. Она говорит, ты запрещаешь Лесе со мной общаться. Я ее кое-как уговорил на голосовые скинуть, что там произошло. Я начинаю их включать, и там вот что-то в стиле. Ой, Вика, я с тобой так хотела общаться, но, к сожалению, Вова против, и если Вова против, я так и сделаю. Да нахуя ты, блядь, это ребенку нахуй сообщаешь, еб... Ебать она, сука, ебаная, пиздец она, тварь. Ты про кого? Про твоих махер? Ебать она, уебище, полная. Слышь? Че? Пиздец. Я просто в ахуя ступи, мразь, блядь, по факту. Чуваки, в смысле, блядь, конфликт? Как можно вообще манипулировать ребенком, блядь? Пиздец. Будет это не ребенок, ладно, еще как можно ребенком нахуй манипулировать? Не нормальная вообще, блядь? Чекни ссори с Лесей. Сейчас чекну, блядь. Больная просто. Я тоже чекну. Какой у меня ник напишите в чат. Сейчас я Визельик напишу. Какой ник? Напишите в чат. В чат напишите. Лесос... Я еще не напишу, что он в позорище. Он еще заблокал? Почему? Я не могу найти. Дай телефон с вами. Походу за локом. Дай телефон с вами. На. Ле... Так я так и написала. Ле... Фокс, походу я вообще эсси, чуваки. Я досмотрю до конца. А дай... Не, он это не заблокал. Ну дай телефон, ты... Давайте смотреть истории. Да, конечно. В ротическом эпохе поступало. Что-то так делал, плядь. Ну там просто... Просто директы, что типа... Директы ее... Типа... Членососик. Директы просто ее оскорбляют. А что толку это от этих историй? Ебло. Нахуй... Вот, пишет. Твой поступок, сестра, это максимально обычный поступок. Мне очень жаль Вику. Я не буду тебя оскорблять, но это пиздец. Я от тебя не ожидала. Реально, чуваки. Это очень мерзкий поступок. Это ужасный поступок. Вот за этот поступок можно гнобить, типа, реально. Нет, типа, нельзя гнобить никого. Но просто я реально эмоциях вот просто... Только что удалила. Блядь, удалила историю. Убагай... Она стримит твою пись. А? Она стримит твою пись. Поздравляю ее. Она тебе пишет, стыгись. Там тут книги, блядь. Спасибо большое, Юджин. Спасибо огромное. Блядь, меня так жестко нагрузило. Вот это вот видео. Прям очень сильно нагрузило. Честное слово. Зря ты так говоришь на стриме. Твоя аудитория тоже начнет ее оскорблять. Возможно, и зря. Но как бы это мои эмоции. Это то, что у меня вот здесь. Это то, что я думаю и чувствую. Я никого не призываю. Никого оскорблять. Но поступок максимально уебищий, безнравственный. Просто ужасный поступок. Лезть на ребенка, это перебор. Лезть на ребенка, это перебор. Это ужасно просто. Хуя ты это делаешь, блядь. Ты можешь сама, блядь, решить, нахуй. Зачем ты дитё, блядь, сюда впутываешь? Блядь, ну у меня реально горит жопа. У меня есть эти голосовые. Я не буду просто их показывать. Просто поверьте мне. Это она покажет, если она хочет. Они у меня есть. Их четыре записи. 15, 16. И еще сколько там секунд, блядь. И как бы она не врет. Она как бы и не врет. Она ничего. Она не врала, малой. Ничего. Ну просто зачем? Какую хуйню мне мама вообще выписала, блядь. Короче, родная мать попросила меня вести себя, вести вас, вернее, адекватно, пожалуйста. Не кидаться ярлыками и прочее. Моя задача просто рассказать. Все. Что вы дальше будете с этим делать, неважно. Я бы это не рассказывал. Если бы... Ну вот, блядь, и вот за таких вот уебанов, короче, вы поняли? Никто не шлюха, нет. Как бы все свободные люди делают шлюха. Не, ну просто, опять же, никто бы ее не оскорблял. И не было никаких, типа, вот таких вот выражений даже с моей стороны. Да, извиняюсь за эмоции заранее. Возможно, не должна была этого говорить. Она должна была сама это не провоцировать. Она вынесла эту всю хуйню. И Вова со своей стороны, дабы, дабы, дабы показать людям правду, а не оказаться, блядь, осужденным, он взял просто это все высказал. Если бы не она... Типа, я не знаю, зачем она так себя повела. Может быть, это просто была ошибка. Типа, наверное. Единственное, за что я могу осуждать, за ситуацию с ребенком. Я ничего, как бы, большего сказать не могу. Типа, я никого не призываю, кого-либо оскорблять, унижать и все такое. Как бы, я... Нет. Что угодно. Я к тому, что, ну, просто вот так вот оно прошло. И я сосал меня ебали. Ведите себя, пожалуйста, достойно, чуваки. Потому что, ну, я рассказываю, что как есть. У меня нету какой-то цели кого-то унизить, оскорбить. Ну, он правда рассказывает. Но по факту реально это правда. Осуждаю. Осуждаю, осуждаю. В смысле, осуждаю, осуждаю. Осуждаю. Что случилось-то? Осуждаю. Осуждаю. Я просто рассказал, что произошло. Все. Не надо никого унизить, унижать или оскорблять. Пожалуйста. Во-первых, это поведет с собой последствия на Твиче. Во-вторых, это правда, бля, на самом деле... Вот если, как бы, мыслить по человеческим факторам, тут очень двоякое чувство. То есть оскорблять и не оскорблять, понимаете? То есть, с одной стороны, ты сидишь, думаешь, блин, ну, человеку ты делаешь вот так вот, вот так вот, да? Типа, да. А с другой стороны, человек реально сделал плохо. Но, как бы, я никого, опять же, не принуждаю оскорблять никого. То есть, ну, блядь... Да, не стоило мне так говорить. Наверное, я покричусь. Как-то поведет... Все-таки во мне перевешивает человеческий фактор доброты, нежели аморальности. Пойдут, блядь, потом еще вбросы какие-то ебучие. Поэтому, чтобы не было вбросов, я рассказываю. Все, вкратце, максимально вкратце. Один звук на донате, я смотрю, пришел донат или нет. Так что, блядь, не надо приходить туда и срать. Я знаю, что тут детей дохера, типа, сидят, смотрят, там, не знаю, 12 лет, блядь, 13. Типа, ну, это люди, которые еще не сформированы. Хотя бывают исключения. Просто обращение, в первую очередь, к ним. Взрослые люди этой хуйней заниматься не будут. Да, да, я без кита в 2 к 19. Так вот, на чем я остановился. Так, ну да, сестра звонила, плакала, я успокоил. Дальше, я не знаю, какой, блядь, вот логикой владает моя бабушка. Вот, блядь, что она делает? И нахуя она это делает? Они вместе с сестрой, с бабушкой с ней встретились. По информации, не доказанной, хуй его знает. Пока меня тут не было, я-то думал, они где-то встретились. Вот в этой хате, блядь, они встретились. И, соответственно, та на меня напиздела. Что я там на нее. Так, блядь, я ей там угрозы кидал. Я такая мразь конченная. Пиздюк. Поняли, да? И, ну, это, это как вообще? Я же не угрожал, нет. Я же предупредил просто. Я сейчас даже скажу ее по поводу чего тут угроза. Я, понимаете, в отношениях виноваты всегда два человека. Я не менее виноват, чем она. Не менее виноват. Но я сейчас нахожусь в более выигрышной позиции. Как не посмотреть? С любого угла я более выигрышной позиции. Я себя так не вел. Мне же, блядь, раньше прилетало за рофлы по поводу того, что там, о, красивая соска, я бы вебал, там, вот что-то типа того. Это, блядь, контент. Это же, блядь, шутки. Это же не значит, что я и пойду писать, блядь. Ну, это вот хуйня вот эта ебучая, поняли? Шо мне из-за этого теперь контент менять, что ли? Будет ли в будущем саб-конфа? Не будет саб-конфы, я не вижу смысла в этом, блядь. Уебанская идея какая-то, блядь. У меня тут свет, типа, у меня кольцевая лампа, там одна панель желтая, потому что я не могу найти четвертую белую панель с белым светом, холодным. Поэтому тут желтая с этой стороны. Если стану сюда, то я буду желтая. Если кто не понял, почему рука желтого цвета. Тут эти саб-конфы, блядь, и вот она сидит там на них и срет, блядь, меня. Ну, такая, блядь. Я ж просто почему, я ж почему понял это, блядь. Я открыл клип, там тишина полная, она молчит. Но, блядь, у нее есть вот такая же хуйня, как и у меня, которая на клипе, кто-то из чуваков пишет, удаляй запись. А то подсосы скинут. И она такая, ща удалю. Я захожу, трансляции нет. Я благодарен тому человеку, который мне это сообщил. Благодаря тебе, чувак, вот это произошло. Я бы сейчас как олень сидел бы дальше и все. Я просто хочу, чтобы от меня отстали. Просто хочу, чтобы от меня отстали. У меня все хорошо. Ну, я теперь хотя бы спокоен, знаете, что... Все рассказал и все. Че там, блядь, чек истории лезть. Так она меня заблочила везде, типа, чувак. Она меня забанила. Ну-ка, шо там? Какой же низкий поступок после окончания отношения обливать говном свою бывшую девушку, зная, что ты имеешь огромную аудиторию и огромное влияние. И хватит мне везде срать, что я шлюха и тварь. И спасибо большое, Вова, что ты натравил на меня свою огромную аудиторию. Это твое дело, но это настолько низкий поступок с твоей стороны. Просто низкий. В смысле натравил, блядь? В смысле нахуй натравил? Ну, блядь, сука, опять двояка. Так, чтобы я не казался уебаным. Да? Низкий поступок. Сейчас мы поступок еще ниже сделаем. Такс, 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 такс. Значит, вот что она пишет. Молодые люди, вы кто что? Что я тут делаю? Что она пишет? Так, значит, это она уже пишет, что контент для шкилы, да? Типа, чё фанатеть дальше? Дальше она пишет в конфе, что знали бы вы, что это за человек на самом деле, так бы не дрочили на него. Это в комментариях, если что. Ну, вернее, в конфе. Это типа к тому, что я... В счет какой-то сомнительный. Типа, она за спиной сама его хейтит, а там упрекает его в том, что он про нее что-то говорит. Не пруф, да? Надо, наверное, не этот показывать. Что-то я хотел пруфануть, а в итоге, что я сейчас показал хуйню какую-то? Хм, так, 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 так. Нам нужны клипы. Клипы за 24 часа. Вполне себе тут может быть какой-то, блядь, подсос. Так что удали стрим. Все видят вот эту хуйню? Видно, нет? Блядь, как зазумить-то. Типа, она такая, ща, бля, удалю, перезайдите. Здесь не завалишь, что пиздец, в каком смысле. За эту пою весь стрим сижу и по итогу не понимаю, о чем вы говорите. Забили, короче. Это уже личное. Короче, она, бля, реально удалила стрим. То есть видно, что клип 26 августа был залит. То есть это получается сегодня. Но! Если мы откроем видеозаписи. Последний стрим был 3 дня назад. 23 числа. Ага. Поняли? Новая история. Охуительная. Ну-ка, поехали. Спасибо большое, Вова, что ты... Можешь обновить страницу, наверное. К сожалению, я не могу закрыть аккаунт в Инстаграме. Я вас прошу, пожалуйста, перестаньте кидать мне угрозы. Перестаньте кидать ей угрозы, реально. Типа, ну... Я, блядь, никого не просил хуйней страдать. И не подзывал. И опять она, блядь, живет в тумане и думает, что я это специально вот сделал. Вот эту хуйню написал. Типа, человек, если что, эмоционально очень слабый. Если с ним что-то произойдет, вы все виноваты будете, блядь. Сразу, кто туда писал. Если что. Ну, без шуток сейчас говорю. На полном серьезе. Я как человек, который... Нет стрима. Удален. Четыре месяца простречался. Еще раз говорю, что человек эмоционально слабый. Максимально. И типа, я специально по цивилизованному это сделал. Штейги. Охуй, но, блядь, окей. И... Просто меня говном обливать. Это нечеловечно. Короче, я последнюю сториз посмотрел. Сейчас просто последнее слово говорю. Что? Не нужно, блядь, тебе строить из себя жертву. Я тебе, блядь, в телеге написал о том, что... Это отдельный тип, а вид девушек. Блядь, рактор! Сука! Это отдельный вид девушек, короче. Блин, я не хочу показаться какой-либо тваре. Давайте я просто буду говорить то, что я думаю. Договорились и все. Короче, есть отдельный тип девушек. Даже недавно я сама встретилась с таким типом. Это, скажем так... Короче, не суть. Когда девушка начинает привлекать свои... Ну, как бы, давить на жалость, привлекать внимание тем, что вот мне плохо. Типа, посмотри, резаться, ты меня бросил, ты вот, натравил на меня. Это все. Вот у меня есть такая сторона, которая, да, трезво, которая оценивает. Типа, вот, эта девушка просто, ну, вот, блядь, ок. Блядь в смысле... Просто блядь, через Т. Вот. И, короче... А другая сторона моего мозга говорит, типа, а вдруг человеку действительно плохо, и он не вывезет такого напора. То есть во мне играет человечность и адекватность трезвости. Я не понимаю, в какую сторону мне больше, типа, смотреть. И я поэтому не могу выразить свои мысли четко и ясно, и что и как. Я даже не видела, как бы, стрима Леси. Вот. Я, возможно, опять же, погорячилась тем, что начала ее резко оскорблять. Поэтому я заранее извиняюсь, как бы, я останусь при своем мнении, и все, как бы. Вам мне навязывать свое мнение какое-то я не буду. Мы сейчас еще досмотрим. У нас еще полторы минуты этого ролика осталось. Что я предупреждаю, последний раз, если это всплывет, мы будем воевать на стримах. Сейчас, просто по факту, она, блядь, вот эта вот ебучая женская стандартная реакция. Надо поныть. Надо поныть. А че вы ржете? А че вы ржете, типа? Ну, потому что для, блядь, у нас квартира маленькая, однокомнатная. Ну, в смысле? И, типа, когда он срет, у нас вытяжки нет в ванной, и по всей квартире, блядь, воняет. Один раз к маме же доктор домой приходит, типа, мама кушетку купила, все на свете. И к нам доктор приходит домой, и он в ванной руки моет, и переодевается в свою форму. И мама, и я, типа, я запомню, запомню, да, что я оставила полотенце на полу в ванне. Звоню Рамису, говорю Рамису, мама там, доктор встречает Рамису, убери, пожалуйста, убери, пожалуйста, полотенце с пола, говорю. Доктор сейчас придет, он говорит, блин, я только что там накакал. Ебать, блядь, я маме звоню, говорю, мама, там только что насрала, она мне так отругала, блядь, хотя не я срала, там, Рамис. Рама, в итоге не проветрилось, пока он пришел? А? В итоге проветрилось, пока врач пришел? Ну, там дужа еще пока, как сам. Ну, это истерично. Не, ну это истерично. Да. Ну все. Я ему сказала, открой, типа, балкон, открой сам туалет, типа, и должно проветриться. А там, типа, 15 минут до прихода доктора оставалось, чтобы вы понимали, типа, вот весь мем. ...ныть. И тогда тебе все поверят. Аргументов, когда, когда нету, нахуй, начинаем ныть. Я бы ничего не отвечал абсолютно. Я бы сидел, пересмотрел всю запись, что я сказал, сделал бы какие-то, блядь, выводы за счет этого и отвалил бы. Все. Школьники, блядь, насрали, они пропадут. Никто не будет, блядь, шкварить никогда. Да, да, я 7 месяцев. Того, почему, блядь, в чем разница? Отбросим тот момент, что у меня большой онлайн. Мы просто его отбросим. Ну, нет у меня большого онлайн. Я отбросил меньше, что у меня большой онлайн. Почему ей, блядь, можно на свой онлайн рассказывать? А мне нельзя. Это что за двуличие, блядь, ебучее? Какая разница, какой онлайн, блядь? Ты же это публично сделала? Просто кто-то сильнее, кто-то слабее. Типа, так и есть. Меня сейчас обидно, блядь, очень за вас, что вы свиньи ебаные. Вот поэтому, блядь, никогда в жизни я больше, блядь, не буду нихуя рассказывать. Ну, типа, я с ним согласна касательно последних, скажем так, фраз, предложений. Потому что чаще всего, когда что-то делаешь с достоянием общественности, это приводит к огромному количеству хейта, если это, опять же, относится к таким ситуациям. То есть вторую сторону, например, хейтят. Вот. Я не могу сказать, считаю ли я, что Вова прав, что он рассказал эту ситуацию, но по факту она все вынесла первое, и он просто продолжил, дабы себя как бы защитить от того, что он не делал, от того, каковым он не является по факту. Ситуация жесткая. Честно, меня это очень сильно нагрузило. Честно, мне стало даже немножечко за Вова грустно, потому что я считаю, что он такого отношения не заслуживает. Вот. Надеюсь, что все, что он рассказал, это правда, и что нигде он не приукрасил и не солгал. Спасибо большое, Юджина Шарльз. Вот. Сейчас я с вами посмотрю еще сливки шоу, топ-моменты, и побегу на ногти, потому что мои уже очень жестко отросли. Наверное, вам очень интересна эта информация. Поехали дальше.